Буквально сообщается следующее. Компания Apple и поставщик процессоров Welcome договорились прекратить судебное разбирательство по нарушениям компании из Купертина авторских прав на патенты. Причем там приводится сумма в 31 миллион долларов претензий. Но что меня как бы привлекло в этом сообщении? С одной стороны, здесь явно показывается значение интеллектуальной собственности, поскольку сумма иска там 31 миллион долларов. А с другой стороны, ну полный неразбериха и смешение понятий из сферы интеллектуальной собственности. Поэтому как бы с учетом того, что организаторы меня попросили поподробнее рассказать именно вот эти вот такого плана вопросы раскрыть, я попытаюсь вам это сделать. Как известно, к компьютерным программам исключения относятся алгоритмы и программы на языках программирования различного уровня, подготовительные материалы и порождаемые программами аудиовизуальные отображения, а также базы данных. По самой своей природе компьютерный ПО относится к результатам интеллектуальной, то бишь творческой деятельности человека. А результаты такой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, является в соответствии с законодательством Российской Федерации интеллектуальной собственностью. В соответствии со статьей 12.25 Гражданского кодекса Российской Федерации, переводится в перечень результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые входят в понятие интеллектуальной собственности. Их всего 16. Это список исчерпывающих, перечень которых включают в себя следующие объекты. Произведения науки, литературы и искусства, программы для ИВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио или телепередач, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топология интегральных микросхем, секреты производства, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, номинования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения. Предполагается, что в этом году появится еще один объект интеллектуальной собственности, такой как географические указания, которые относятся к группе четырех последних по списку объектов, которые в общем называются средствами индивидуализации товаров и услуг. Значит, первые шесть объектов охраняются в соответствии с нашим законодательством в режиме авторского права. Следующее, седьмое изобретение, восьмое полезные модели промышленные образцы охраняются в режиме патентного права. Это различные категории сферы интеллектуальной собственности, которые там имеют свои особенности. Секреты производства и топологии интегральных микросхем и селекционных достижений относятся к как бы нетрадиционным, нетипичным для первых двух категорий отраслей права и охраняются со своими особенностями. Как я уже сказал, четыре последних объекта являются средствами индивидуализации. Ну, знакомые, наверное, всем это фирменное именование, это то номинование, которое закладывают учредители в уставные документы. Товарные знаки и знаки обслуживания, наверное, тоже всем вам знакомы на слуху. Ну, номинование, место происхождения товаров, скорее всего, не все просто представляют, о чем речь. Ну, это обозначение, которое дается тем товарам, тем товарам и продуктам, которые производятся на определенной территории, и особенность которых определяется и для особенностей территориальных, природных свойств этой территории, или качествами людского потенциала, которые задействованы в этих товарах. Ну, и коммерческие обозначения последние. Это вот такое понятие, в общем-то, понятно зачем, но непонятно, к чему оно относится. Коммерческое обозначение относится к предприятию конкретному, который работает на какой-то территории, имеет свою территорию, недвижимость и прочее, и прочее. То есть, если индивидуальный предприниматель открыл какой-то магазин, на вывеске написал его какое-то обозначение, назвал, то это вот обозначение будет являться коммерческим обозначением. Причем из этой категории, вот четырех средств, четырех объектов интеллектуальной собственности, которые являются средствами индивидуализации, обязательные регистрации подлежат только товарные знаки. Ну, и фирменное именование, поскольку по факту создания юридического лица, оно просто присваивается налоговым органам. Нименование неспредскождения товара тоже относится к обязательным, там свои особенности, их не так много в Российской Федерации в последнее время. Правда, активизируется этот процесс регистрации таких обозначений, но пока как бы это не типичные для России средства индивидуализации. Да, вот я постарался выделить жирным шрифтом и красным цветом, которые тоже написаны жирным шрифтом, эти объекты, которые, по моему мнению, имеют какое-то отношение к IT-сфере, или могут иметь отношение в случае вашей практики. Далее. В соответствии со статьей 12.28 Гражданского кодекса, автор результата интеллектуальной деятельности, автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, то есть физическое лицо, творческим трудом которого создан такой результат. Не признаются авторами результаты интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только технические, консультационные, организационные или материальные содействия, или помощь, либо только способствующие оформлению прав на такой результат, или его использование. А также граждане, осуществляющие контроль за выполнением соответствующих работ. Я хочу просто остановиться поподробнее на этом. Вот если, допустим, в вашей компании работает программист, который своим трудом по вашему заданию написал какой-то продукт, оформил его в программный код, то он будет являться автором. Но никак не вы, поскольку, которое дало ему задание, как лицо, которое дало ему задание, и которое проконтролило его выполнение. Хотя и сплошь и рядом встречаются такие моменты, когда соавторство по результату интеллектуальной деятельности выписывается имя руководителя. Это встречается. Но учтите, что если по какой-то претензии того же автора или любого другого лица, который докажет, что руководитель не имел отношения, не внес творческого вклада, то такой результат может быть аннулирован, как результаты интеллектуальной деятельности, подлежащей правовой охране. Еще раз отмечаю, автором является только физическое лицо, гражданин, в данном случае, нашей страны. Согласно статье 12.26 Кодекса для результаты интеллектуальной деятельности и переравнивания к ним средствами индивидуализации, признаются интеллектуальные права, которые включают исключительные права, являющиеся имущественным правом, а в случае, предусмотренным настоящим Кодексом, также личные неимущественные права. И иные права, которые также являются неимущественными, это право следования, право доступа и другие. То есть, еще раз, на результаты интеллектуальной деятельности, то есть, на результаты труда автора, признаются интеллектуальные права, которые подразделяются на исключительные права, которые имеют имущественный характер и личные неимущественные права. При этом особо отмечаете, что интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вечных прав на материальный носитель, в котором выражены соответствующие результаты. То есть, если вы, будем говорить, создали какую-то базу данных, записали ее по какому-то заказу, записали ее на какой-то носитель, там ту же флешку, жесткий диск или на гибкий диск, или на что-то другое, и в соответствии с договором передаете этот носитель, записанный на нем базой данных, заказчику, то сама база данных, материальный носитель, на который он подается, никакого отношения не имеет. То есть, не зависит от, и она, права на нее не зависит от того, кому принадлежит сам носитель. Еще раз возвращаем к статье об авторе результата интеллектуальной деятельности. Пункт второй. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случае предусмотренных настоящим кодексом право на имя и иные личные, неимущественные права. Ну, о чем я как бы говорил вначале. Только здесь вот они как бы перечисляются. Право авторства, право на имя и иные личные, неимущественные права. Право доступа, право следования и так далее. Право авторства, право на имя и иные личные, неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. То есть, их нельзя ни передать, ни отобрать у вас, другими словами. Отказ от этих прав ничтожный. Если вы где-то написали в каком-то договоре, что я отказываюсь от права авторства, то это сам отказ, он ничего не значит. Авторство и имя автора охраняются бессрочно. То есть если на некоторые объекты и на некоторые права подразумевается охрана в течение какого-то срока, то на эти конкретные права, на авторство и на имя автора срок действия не распространяется. После смерти автора защиту его авторства и имени может осуществлять любое заинтересованное лицо, без исключения некоторых случаев в соответствии с настоящим кодексом. То есть если у автора остались родственники, которым он наследовал все свое имущество и прочее, то вот они, как заинтересованные лица, могут защищать и охранять его права. Пункт третьей этой же статьи. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданной творческим трудом, первоначально возникает у автора. Вот это надо строго для себя понять. Первоначально автор создает какой-то результат, что-то творческий. И первоначально исключительные права, то есть имущественные права возникают у него. Но это право может быть передано автором другому лицу, если он как бы владеет еще и исключительными правами на это. Если он сам по себе работает самостоятельно, физическому или юридическому, по договору какому-то. А также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом. Иные основания это тот самый случай, когда у вас работает программист, который выполняет эту работу и создал результат интеллектуальной деятельности в рамках своих служебных обязанностей. В этом случае, как по умолчанию, если договором с этим программистом, трудовым договором, не предусмотрено что-то иное, в этом случае по умолчанию исключительные права переходят к работодателю. Ну, автор может выполнять работы по авторскому договору не со своими работодателями, но когда в авторском договоре до заказа указывается, кому и когда и в каком объеме передаются права, то в этом договоре прописывается. Вот эти права, исключительные права на этот результат переходят к заказчику. Ну и давайте поподробнее, что касается исключительного права. Статья 112.29 Гражданского кодекса, буквально пункт первой этой статьи, буквально выглядит так. Так, гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, а это лицо называется правообладателем по-другому, праве использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым непротиворечащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, если настоящим кодексом не предусмотрено иное. То есть там есть некоторые моменты, когда там, ну допустим, там по оборонному заказу какое-то, допустим, Министерство обороны выполняет работу, где может возникнуть другая коллизия. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использованные результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Причем отсутствие запрета не считается согласием, разрешением. Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, с исключением случаев, предусмотренным настоящим кодексом. Ну к таким случаям относятся, допустим, стихийные бедствия или какая-то эпидемия, когда требуется вот именно то, что захороняется законом, как интеллектуальная собственность, просто в силу необходимости, общественных необходимостей использовать для ликвидации этой ситуации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в том числе их использование способами, предусмотрено настоящим кодексом, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим кодексом и другими законами, за исключением случаев, когда используют результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации лицами, иными, чем правообладатель без его согласия допускается настоящим кодексом. Я хочу подчеркнуть, что вся суть, экономическая сущность интеллектуальной собственности, она вот в этом исключительном праве, которое представлено вот в этой статье. Еще раз возвращаюсь к тому. То есть после того, после создания результата интеллектуальной деятельности, правообладатель этого результата, которому принадлежат исключительно права, получает монопольное право использования своего результата, ну, конкретно, допустим, изобретения какого-то, и запрещает другим использовать это. В то же время он публикует эти сведения для всеобщего достояния, чтобы они были известны, ну, общественной общественности. То есть государство здесь заключает как бы договор. Оно предоставляет, выдает ему, ну, в данном случае вот изобретение, патентное изобретение, а правообладатель раскрывает сущность изобретения. Его, в принципе, может использовать в любой, ну, для развития инноваций, для еще каких-то научных исследований, допустим. Но чтобы производить какую-то продукцию, используя это изобретение, вот уже как бы запрещено законом. Ну, и возвращаясь к первому слайду, где показаны сообщения, вот исходя из того, что перед этим я сказал, исходя из требований законодательства, вот первый абзац этого сообщения должен был выглядеть приблизительно так. Компания Apple и поставщик процессоров и так далее договорились прекратить судебные разбирательства по нарушениям компании из Купертина исключительного права на изобретение. Теперь понятна разница. Авторское право на патенты, вот оно получается с точки зрения закона бессмысленно, вот это слово сочетание. А вот так оно совершенно правильно и в соответствии с законом. Ну, и для того, чтобы как бы в голове у вас сложилась какая-то определенная картина, может быть, если у кого есть вопросы, я отвечу на них, а потом продолжим. Или как вы? Два процента от себестоимости. А если можно определить, там была целая шкала в зависимости от экономического эффекта и был определенный процент, да. Потом вышел закон российский в начале 90-х, потому что у нас не был закон по изобретениям, правильно, в СССР. У нас были инструкции и нормативные. А когда вышел в начале 90-х российский закон по изобретательству, вернее СССРовский, еще СССР был, там было написано, что не менее 15% от дохода, как сейчас. Сейчас я вот точно сказать сумму не могу, точно, чтобы не вырать, не буду называть, но... Не сумма, есть ли какой-то процент или каким это? Процента как такового, по-моему, нет. Ну, может быть, я ошибаюсь. Ну, вышло постановление буквально, ну, не больше трех лет назад. Постановление правительства, которым работодатель за служебное изобретение должен выплачивать вознаграждение. По-моему, даже сумма есть. Я вот просто, чтобы не врать, не буду об этом говорить подробно. По-моему, где-то вот речь идет о десяти, там, тридцати процентах, вот в этом роде. Ну, в зависимости от... В зависимости от объекта. Полезные модели изобретения, промышленные образования. Больше пока вопросов нет, да? Тогда мы продолжим. А еще, можно сказать, сколько на сегодняшний день в России подано заявок на изобретение? Ну, допустим, за прошлый год. Повюсь соврать, около тридцати тысяч. А в Китае? На сегодняшний день, я бы трудно посчитать. А в Китае? Китай вышел на первое место в мире, а количество подано заявок на изобретение. На первое место в мире. У них один миллион двести с лишним заявок. А вот информация недавно промелькнула, что не ставит до двадцатого года задачу утроить. У нас? В Китае. Да, они могут и утроить. Я, правда, не знаю, не слышал про такую информацию, про такое представление. Это в интернете была информация одного из представителей интеллектуальной собственности Китая, который сказал, что якобы мы планируем утроить вот эту цифру. Я считаю, что под силу, потому что, начиная с того момента, когда они только ввели закон об изобретении, и патенты и права, по сути, в законодательстве ввели, прошло не больше тридцати лет, а если учесть, что они вышли на первое место в мире, то на теперешний момент, то это вполне допустимо. Я в них верю. Я тоже. Скажите, а нет ли у вас информации по внедрению патентных вещей в Германию, и как у них это все поставлено? Или в Китае, например? Что значит внедрение? По конкретному. Как у них построена система подачи, регистрации и дальнейшей деятельности? То есть автор вот пришел на фирму, работает, подал дальше. То есть какой путь технологический? Не в курсе по Германии, по Китаю, как у них это происходит? Давайте начнем с того, что в Германии приблизительно такая же система патентного права, как и Российской Федерации. Ну, приблизительно. Я не говорю там принципиально, одно и то же практически, там, за исключением нюансов. Система поддержки изобретательской деятельности в Германии развита не хуже, чем в Соединенных Штатах Америки. Как пример я хочу привести вас с развития сети, сети Центров поддержки технологии и инноваций в Российской Федерации, которая, ну, буквально, может, не буквально, один-один, но очень похожа на ту сеть поддержки изобретательства, которая существует до сих пор в Германии. Что касается внедрения изобретений, что называется, практику, да, промышленный, производственный процесс предприятия какого-то, я хочу сказать только одно, что они там настолько грамотные, что они нужны изобретения, не патентуют, патентуют исключительно то, что нужно. Причем эта аналитика у нас поставлена исключительно высоко. Я просто хотел немножко регламентировать. Давайте говорить о том, что полезно нам, нашим стартапам, то, что нам нужно знать. То, что там все хорошо, мы все знаем прекрасно. Вопрос был такой, поэтому... Ну, я просто, чтобы направить их в нужное русло. Давайте так, я попытаюсь как бы завершить аккуратненько, с учетом того, о чем просят организаторы. Значит, вернемся опять как к объектам интеллектуальной собственности. Помните ту страничку, да? Которая практически там на первых. Я уже проскочил туда. Вот это вот. Вот первые шесть объектов, которые охраняются в режиме авторского права. Следом три объекта, седьмой, восьмой, девятый, в режиме патентного права. Ну, и, пожалуй, вот средства индивидуализации, которые внизу, четыре последние. Пока еще нет. Вот первые шесть, которые в этом списке присутствуют, объекты, охраняются в режиме авторского права. В чем достоинства и недостатки этого режима охраны результатов интеллектуальной деятельности? Во-первых, к достоинству относятся добровольность регистрации, я имею в виду в каком-то органе государственном регистрации. То есть вообще права возникают по факту создания и не требуют какой-то государственной регистрации. Презумпция оригинальности объекта. Если уж автор как бы создал что-то, он претендует на то, что до него этого никто не совершил. И длительный срок охраны. Вся жизнь автора и плюс 70 лет после его жизни. Исключительные права, я имею в виду. Недостатки охраняет только выраженные формы. Если, допустим, вот ту же базу данных вы в таком виде структурировали и зарегистрировали ее в государственном органе по интеллектуальной собственности, в Роспатенте, но каким-то образом изменили там структуру, ну, не существенно, не принципиально полей, то, вернее, вы зарегистрировали, а кто-то изменил структуру и как бы использует эту базу в таком виде. То фактически он не будет нарушать ваших исключительных прав, поскольку охраняется сама форма выражения. Поэтому данный режим охраны не совсем полно обеспечивает монополию автора при самостоятельности создания такого же объекта, принципиально такого же, другими лицами. Я сейчас пытаюсь рассказать. Патентные права, ну, на мой взгляд, оно самое такое крепкое в точке зрения защиты прав автора или права владателя. Какие его достоинства? Предоставление монополии в обмен на раскрытие технического решения, о чем я говорил. Получаете патент, а в ответ на действия государства публикуете сущность своего изобретения. И обязательная регистрация по результатам экспертизы. Это недостатки. Достоинства, вернее. Недостатком относятся необходимые дорогие экспертизы и формальные представления сведений о техническом решении. То есть нужно пройти экспертизу, а причем она достаточно длинная, длительная. Экспертиза не дает полной гарантии, что вы получите охрану. Средний срок охраны 20 лет, а то, что касается изобретения. Срок его действия 20 лет. Еще один режим, в котором достаточно распространена охрана результатов индивидуальных действий, по крайней мере, технического характера, конкретной технологии, это секрет производства. Он достаточно простой. С точки зрения вот самого правовой, как бы, необходимости что-то делать. Достоинства относятся универсальность. Охрана, в принципе, любых объектов. Но я еще раз повторяю, это больше относится к технологическим каким-то вещам. Неограниченный срок охраны и отсутствие необходимости формального признания регистрации. Формальное признание для регистрации. То есть отсутствует необходимость регистрировать его где-то. Просто закрывается своими внутренними документами. Доступ к нему неограниченному количеству лиц. И, в принципе, как бы, вы должны получить монополию на использовании этого объекта, который охраняется в таком режиме. Прекращает действие, не к недостаткам относится прекращение действия момент разглашения сведений об объекте. И не гарантирует самостоятельное воспроизведение другими лицами объекта охраны. То есть вполне возможно, что другое какое-то юридическое и физическое лицо своим собственным усилием без нарушения вашего режима охраны этого результата в вашей организации своими собственными силами получило такой же результат. И фактически ваш секрет производства перестает как бы работать. Вот, пожалуй, все, что касается такой теоретической части. Теперь давайте попробуем вернуться, вернее, перескочить через некоторые моменты, поскольку времени не хватает. И организаторы просили мне рассказать побольше о товарных знаках. Ну и потом, если у вас останется время, на базы данных и программы ИВН. Товарный знак – объект достаточно такой известный. Товарный знак – знак обслуживания, еще по-другому называется. Количество заявок в этом году превышает как бы уже средние темпы прошлого года, процентов на 20 приблизительно вот так. А в прошлом году поданы заявки по отношению к 2017 году, тоже где-то процентов на 30 больше, по данным Роспатента. Что такое товарный знак? Товарный знак служит для, ну, простыми словами, для того, чтобы отличить для обозначения товара и отличить этот товар, однородный товар от такого же товара другого производителя. Если, например, компания Microsoft выпускает какие-то программные продукты, она закрывает его известным вам товарным знаком, как правило. для того, чтобы отличить эти продукты от конкурентов того же IBM и прочих. Товарный знак – это вообще обозначение, в котором могут присутствовать словесные элементы, графические элементы, какие-то чисто цветовые комбинации, просто цвета разного характера, разных оттенков. Есть еще обонятельные товарные знаки, есть также трехмерные объекты, которые охраняются в качестве товарных знаков. В общем, всевозможные. Но самым главным и таким весомым элементом этого обозначения является все-таки словесное обозначение. Экспертиза, когда проверяет обозначение на соответствие, на тождество или на соответствие другим товарным знакам, которые уже зарегистрированы, обращает в первую очередь внимание на словесный элемент этого обозначения. Для того, чтобы получить охрану вашего обозначения в качестве товарного знака, нужно провести, я бы сказал, что не очень сложное действие. Для этого нужно оформить заявку на регистрацию товарного знака, заплатить патентную пошлину за его регистрацию и подать этот документ в Роспатент. Конкретно Федеральный институт промышленной собственности, который является структурным подразделением Роспатента. Роспатент регистрирует эту заявку, присваивает ей номер и выставляет ее в своей базе данных для всеобщего обозрения. Начинается формальная экспертиза. Срок формальной экспертизы, вот сейчас он один месяц, но, как правило, сейчас еще меньше этот срок сокращается в Роспатенте. Когда-то было два месяца на формальную экспертизу отводилось. Экспертиза по существу, вот здесь вот написано 12-18 месяцев, но в зависимости от того, насколько там есть аналогичные обозначения, она может пройти и больше. То есть, в принципе, 11 месяцев – это средний срок регистрации товарного знака. То есть, принятие решения о регистрации или об отказе в этом решении. Если товарный знак прошел экспертизу по существу, экспертиза обозначения по существу, и эксперты не нашли даже действительных или исходных до степени смешения обозначений, высылается заявителю уведомление о том, что принято решение о регистрации товарного знака, и заявителю предлагается заплатить патентную пошлину за регистрацию товарного знака. Кстати, о патентных пошлинах. Вот подача заявок, за подачу заявки и формальную экспертизу пошлина составляет 3,5 тысячи рублей. Экспертиза обозначения по существу 11 500 – это базовая, за один класс товаров и услуг. И плюс 2,5 тысячи рублей за каждый класс товаров, на которые регистрируется товарный знак, свыше одного. Я тут не пропустил один момент, что товарный знак регистрируется по отношению к группе товаров, которые в соответствии с международными договорами классифицируются по международной классификации товарных знаков. Эти группы товаров и услуг разбиты на 45 классов, и в каждом классе однородные товары или услуги присутствуют. Значит, после того, как вы получили уведомление, вы или принимаете решение, или регистрировать товарный знак, или принять решение об отказе от регистрации. Если вы принимаете решение о регистрации товарного знака, то вы обязаны уплатить патентную пошлину за регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства. Первая и вторая – 16 тысяч рублей, вторая – 2,5 тысячи рублей. Через какое-то время, буквально недели три. Писать автора? В каком смысле регистрации? Какой номер продукта? Ну, по сути, дела нет. Отказаться от пациента? Ну, во-первых, если патент выдается, я вам говорил о том, что сущность изобретения публикуется, доводится до всеобщего сведения. И когда, если вы, исходя из ваших манипуляций, решили что-то сделать, то подобное, такое же аналогичное решение, он теряет новизну. Изобретение теряет новизну, и по формальному признаку он не может считаться изобретением. Выдача патента вам откажет. Два автора подали заявку на полезную модель. Получили патент на полезную модель. Первый год проплатили оба в равных долях. Потом один автор перестает платить год, второй, третий. А один автор платит. Значит, как в этом случае поступать? Автору, который платит, чтобы решить вопрос либо о плате без суда. Возможно такое решение или нет? Возможно. Во-первых, я просто так иствую. Если за полученный патент, за поддержание его в силе, может платить, в принципе, один из авторов. То есть это вопрос такой. Если один из авторов отказывается поддерживать, а второй решает его поддерживать. И ему, в принципе, не нужен товарищ. То он должен с ним договориться о результате, как они будут думать. Скорее всего, это в какой-то истинном виде должен быть договор, заверенный, что второй человек отказывается от прав, исключительный прав на эту полезную модель. Спасибо.